Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о Соболеве. О нападающем Спартака, который угодил в очередной скандал, скандал, связанный с судейством, с его удалением и с его поведением. Соболев, ну, прям, скажем, показал себя отвратительно. Он показал низкий уровень культуры, воспитания, неприличный жест продемонстрировал, за что был удален, подвел команду и в отдельно взятые встречи подвел и в оставшихся матчах, потому что, понятное дело, будет дисквалификация, разозлил тренера. Абаскаль уже прямо сказал, что еще один такой фортель и все, при мне этот человек играть не будет. Ну и в итоге Соболев сам уже признал свою неправоту, обратился, извинился к болельщикам. Ну, знаете, с одной стороны, может быть и правильно, что в итоге он пошел на это извинение, с другой стороны, из песни слов не вычеркнешь. Все мы помним его поведение, и, к сожалению, как я уже сказал, это не первый случай, когда Соболев оказывается в какой-то конфликтной ситуации, в каком-то спорном эпизоде и так далее. И при всем своем несомненном таланте, который у Соболева присутствует, парень, прям, скажем, непростой. И это видно с каждым, буквально, годом все больше и больше. Начинал как перспективный паренек из Самары, из Крыльев, где, в общем-то, о нем говорили еще в те времена, когда он выступал в низших дивизионах. Потом оказался звездой и вот, пожалуйста, зазвездился, как, видимо, в каких-то нюансах. Давайте обсудим это дело, потому что Соболев — это человек, который, конечно же, создал себе очень неоднозначный имидж, и этот имидж может ему в дальнейшем серьезно помешать. Но сперва хотелось бы напомнить, что мы всегда с Пари. Пари — это абсолютно легальная компания, которая нас поддерживает и которая делает просмотр спортивных событий еще интереснее. Пари работает в сетке нашего легального партнера. Здесь вы найдете множество важных спортивных событий из мира футбола, хоккея, бокса и всех других видов спорта. Приложение Пари — современное и технологичное, и вы можете пройти на него по ссылке в закрепленном комментарии. Кстати, у Пари сейчас идет специальная акция — 1000 рублей новым клиентам. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрируетесь в приложении или на сайте Пари и пройдете все стадии верификации, то вы получите фрибет 1000 рублей. Дерзайте! Отличный подгон в наши тяжелые времена. Касательно Соболева. Тут следует отметить, что его поведение в матче с ЦСКА подарило ему еще и новую причину для хейта в его адрес. Раньше в основном его критиковали за дельфинарий, условно говоря, за умение красиво подставиться, красиво упасть, заработать пенальти или попытаться его заработать. Теперь у него появился еще вот такой нюанс, где, что называется, сорвало башню, и он пустился во все тяжкие. Во-первых, касательно самого эпизода, тут, думаю, никаких иных трактований быть не может. Отвратительно, омерзительно, некрасиво, удаление абсолютно по делу. И, на мой взгляд, реакция спартаковца в целом абсолютно логичная. То есть, да, кто-то скажет, что там обоскали, все остальные должны были вступиться за своего, сказать, что ерунда, эмоции, да вы необоснованно наехали на Соболева и так далее. Но мне кажется, спартак все-таки как клуб с великой историей, как клуб, за которым многие следят, миллионы болельщиков по всей России, должен быть не просто клубом, а в том числе и определенным образчиком поведения. В конце концов, легендарный футболист Спартака, капитан Игорь Нетто, в том числе запомнился мировой футбольной общественности не только как великолепный футболист, но и как большой человек, человек с большой буквы, цитируя Егора Летова и замечательную песню про русское поле экспериментов. Когда Нетто во время матча, по-моему, с какой-то латиноамериканской командой за сборной СССР, он взял и сказал, что голы забить нечестно, что мяч попал в сетку, но попал через дырку во внешней стороне сетки, и мяч в итоге зашмыгнул ворота. Никто не заметил, а Нетто сказал про это. Вот что называется настоящий мужской поступок. Поэтому Спартаковец, в идеале, это, конечно, не просто хороший футболист, это не просто человек, который выходит с красно-белой формой, с ромбиком на груди, это человек определенных качеств. И поэтому здесь Соболев со своим поведением, конечно, должен так или иначе меняться. Ссылки на то, что сейчас эпоха другая, и что сейчас немножко другие времена и так далее, наверное, неуместны. Потому что с некоторых клубов всегда будет особый спрос, особенно с тех клубов, за которыми следят миллионы. И, понимаете, здесь Соболев должен тоже осознавать эту ответственность. Поэтому очень хочется верить, что подобные эпизоды, как бы они сейчас скандально не выглядели, что они сыграют правильную роль для его кайеры. Что он сможет переосмыслить, в том числе и свое поведение, в том числе и свои какие-то слова и так далее. Потому что Соболев на данный момент, это, наверное, по потенциалу вообще самый сильный нападающий России на ближайшее время. Ну а спрашивается, кто еще? Дзюбан? Ему еще возвращаться и возвращаться на былой уровень, и не факт, что удастся, учитывая его возраст. И вряд ли мы увидим ее снова в сборной, объективно говоря. Камличенко, ну, очень специфический игрок и, как мне кажется, более ограниченный. Чалов, да, толковый парень, но, опять же, нестабильность у него присутствует и очень серьезная. И к тому же он может играть оттянутого форварда и вполне себе в связке с тем же самым Соболевым. Сейчас Чалов играет в оттяжке под Заболотным. Другие ребята зачастую оказываются калифами на час. То есть Писарский сейчас уже не так хорош, как в первом круге. Про Галарова вообще многие забыли. Я не знаю, там, Каштанов тоже первый круг великолепный сейчас никакой. Ну, то есть, объективно говоря, альтернатив Соболеву мало. Есть Константин Тюкавин, но ему нужно как-то разобраться с будущей карьерой, где он будет в Зените, где он, по слухам, может оказаться в Динамо, продолжит и так далее. Ну, и в этих условиях Соболев в Спартаке остается, наверное, таким самым очевидным основным центральным нападающим на ближайшее время. На те матчи, которые удастся сборной России провести. А это все-таки статус. Пускай это и будут матчи там с Камеруном товарищеские, еще какие-нибудь непонятные турниры или товарищеские встречи, но все равно люди будут смотреть эти матчи, потому что сборной России в любом случае будут смотреть и видеть, что на стое играет Соболев. Тот самый человек, который хамит, грубит, дельфинари устраивает и так далее. То есть Соболев должен, в конце концов, понять, что он уже не пацан, что он уже не какой-то, знаете, нашкодивший ребенок, которого отчитали и вернули в состав, что он должен вести себя подобающе. И поэтому здесь очень здорово, что и Абаскаль выступил правильно и сказал правильные слова. Здорово, что все, в принципе, спартаковцы, наверное, так или иначе поддержали Абаскаль, либо молча, либо своими заявлениями. Ну, с другой стороны, есть, конечно, бывшие руководители клуба и жены бывших руководителей, которые пытаются хайповать на этой теме. Но то такое. Наверное, спартак как раз и должен отходить от тех времен и быть более адекватным в современной своей эпохе, чтобы обозначить, что раньше было так, а теперь иначе. Раньше из этого извлекли бы хайп и попытались сделать красивую историю, мол, какой Соболев, остроумный и так далее. Сейчас спартак пытается сделать имидж правильного клуба. И на мой взгляд, это здорово. Потому что для нашего футбола нужны правильные примеры. И примеры правильного поведения клубов. А возможно и правильного исправления отдельно взятых футболистов. Возможно, дисквалификация поможет Соболеву переосмыслить все происходящее и обрести какой-то новый имидж. В конце концов, сколько было уже в футболе истории, когда молодые дурачки становились вполне себе мудрыми и воспитанными футболистами уже в зрелом возрасте. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайки, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, а также на наш YouTube канал. Ну и разумеется, следите за обновлениями на нашем втором канале, который посвящен кино и сериалам. Ссылочка в описании. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать моих новых видео. Ну и если вы хотите помочь нам в продвижении нашего канала, то, пожалуйста, оставьте еще и комментарий к этому ролику. Главное, чтобы комментарий был больше пяти или шести слов. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.